Партия коммунистов Партия коммунистов проголосовала за отставку Филата, то есть против Филата. В последующем она пошла на сговор с Филатом и пыталась сформировать вместе с Филатом правительство. От общественности усказнул несколько момент откровения бывшего премьера Филата, который встретился в пятницу с Марьяном Ильичом Луп. Марьяна Ильич Луп на террасе. Да, на террасе. Марьяна Ильич Луп после встречи с Филатом заявил публично на телевидении о том, что они встречались с Филатом на террасе. И Филат ему рассказал правду о том, что все принятые законы, это было требование партии коммунистов. А также, когда партия коммунистов потребовала изменения кадровых в правительстве и перестановки людей в правительстве, Филат уже отказался участвовать в партии коммунистов в формировании правительства. Соответственно, я считаю, что попытка партии коммунистов играть между Демпартией, между либерал-демократической партией для того, чтобы внедрить своих людей в правительство, она провалилась и она нереализуема. И вряд ли какие-либо решения впредь партии коммунистов и либерал-демократов в пользу интересного народа или в пользу наших левоцентрических взглядов будут приниматься. Но я огорчен больше. Я огорчен тем, что перед тем, как Филат потребовал у партии коммунистов принять решение в свою пользу, очистить свой имидж, уберечь себя от преследовательных центров обрез коррупции, партия коммунистов могла бы, как минимум, поставить в пакет этих соглашений два вопроса. Первое. Это аннулирование закона о равенстве шансов. И второе. Разрешить гражданам Республики Молдовы провести референдум за вступление Молдовы в таможенный союз. Или за вступление, или против вступления. Но она могла бы вот этим пакетом добиться хотя бы каких-то, выполнить каких-то обещаний, которые она давала. Почему-то в самый сложный момент, когда Филату нужна была поддержка партии коммунистов, партия коммунистов не воспользовалась этим приемом и не поставила перед Филатом и условия в пользу нашего общества. Поэтому я считаю, что партия коммунистов предала интересы своего избирателя, и впредь я молчать на эту тему больше не буду. Я буду напрямую членам партии коммунистов разъяснять, в чем пагубность дальнейшего голосования за партию коммунистов. Чем меньше коммунистов будет в парламенте, тем они будут более сговорчивее, и тем они больше будут служить интересам людей. Чем больше партии коммунистов в парламенте, тем они ведут себя наглее по отношению к собственному народу и избирателям, которые их избрали. Мы социал-демократы, если мы придем в парламент, безусловно, мы будем сотрудничать с партией коммунистов, но мы будем противовесом. Мы не будем позволять партии коммунистов проповедовать двойные стандарты, которые они всегда проповедуют. И не забывайте, что когда граждане Республики Молдовы дали партии коммунистов, конституционное большинство, они не выполнили своих предвыборных обещаний. Когда в 2009 году граждане дали 60 мандатов партии коммунистов, партия дарила власть Альянсу Европейскую интеграцию. И даже когда в 2010 году за партию коммунистов проголосовало 42, то есть они получили 42 мандата, из этих 42 мандатов осталось сегодня только 34. То есть сегодня бренд партии коммунистов, название партии коммунистов, сегодня вера в то, или ностальгия по партии коммунистов заканчивается тем, что через партию коммунистов проходимцы приходят в парламент, а дальше решают свои вопросы. Поэтому сегодня произошел полный крах парламентаризма и вообще роли депутатов в нашей стране. Мы должны обеспечить возврат власти народу, то есть мы должны добиться народовластия. Мы должны изменить инструмент высшего органа страны. Мы должны отказаться от парламентаризма, мы должны отказаться от депутатства и внедрить новый механизм, который сегодня практикуется в Китайской Народной Республике, который был в советские времена. Это Высший Совет Народных Представителей. Когда именно народные представители будут и президента назначать, и правительства назначать, и утверждать программу экономического и социального развития. А те, кто будет Верховным Советом Народных Представителей назначены, будут только выполнять решения народных представителей. И у народных представителей всегда будет возможность в течение срока избрания 4 года, если кто-то неправильно исполняет эти решения, отзывать и назначать нового. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!